Шаббат шалом! Очень приятно быть снова в Одессе. Ну что, я прочту благословения. Благословен ты Господь Бог, наш Царь Вселенной, избравший нас из всех народов и даровавший нам свою Тору. Благословен ты Господь, дающий Тору. Аминь. И это недельная глава, глава Шафтим, Суди. Очень интересная глава, вы знаете, я заметил, что в этой главе, в общем-то, описывается порядок, который Бог устанавливает для своего народа. И в этой же главе мы можем встретить такую фразу про око за око и зуб за зуб. В общем-то, не вспоминаете вы Нагорную проповедь, конец 5 главы, Евангелие от Матвея, где Ешо вспоминает эту же фразу – око за око, зуб за зуб. И когда мы читаем уже в Новом Завете, Ешо обращается и говорит, вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб. Но, очевидно, слушающие тогда, они слышали, что сказано око за око, а зуб за зуб. В общем-то, до сегодняшнего дня периодически мы встречаемся с людьми, которые задают нам вопрос. Послушайте, а не странная ли эта заповедь? Это какая-то дикость, я бы даже не сказал, что средневековая. Выбивать глаза и зубы. Ну, слушайте, страшная история. И они, иногда неверующие, спрашивают нас, послушай, а что это, ну, что это за заповедь? Как любящий, добрый Творец мог дать такую жестокую заповедь, выбивать глаза и зубы? Обожение за обожение себе представляете, да? Они еще и жоги там наносили, не только глаза и зубы выбивали. Не сталкивались вы с такими трудностями при объяснении таких мест Писания? Сталкивались, нет? И мы начинаем объяснять, что это было тогда, а сейчас не так, интересно, что Бог изменился? У нас получается, что тогда был вот такой Бог, а сейчас с Ним что-то случилось, и Он, в общем-то, работает уже с нами, строит взаимоотношения совсем по другим принципам. Но это не совсем так. Хотел бы Вас спросить, а Вы случайно не помните, когда первый раз встречается заповедь «Око за око, зуб за зуб»? Ну так, число случайно. Во Второзаконе 19 это второй раз. А я спросил в исходе в двадцать первой главе. Двадцатая глава исхода, в общем-то, это Деколог Маше, его хорошо все помнят. А вот странно, двадцать первую главу, где встречается эта заповедь, не все так помнят. Прочитайте, она, в общем-то, достаточно интересная. И нужно понимать, что когда Ишов вспоминает о заповеди «Око за око, зуб за зуб», он говорит о судебных постановлениях. Он не говорит о произвольном самосуде, который был в Израиле. Его не было там. Была установлена судебная система, которая действовала в народе Божьем. Понятно, что я говорю? Это было общество, которое входило в землю обетования, и ему была дана система законов. И исполнять их были поставлены кто? Судьи. И эти законы, они были, как вы помните, справедливыми. И в основу этого закона был положен принцип Толеона, или принцип равномерности наказания. Наказание не должно было быть больше причиненного ущерба, но и не должно было быть меньше причиненного ущерба. Это закон, который ограничивал месть. Когда мы смотрим на другие народы, к примеру, мы можем посмотреть на итальянцев. Вендетта. У них другой закон. Если ты мне плюнул на ногу, я могу вырезать всю твою семью. Ну так нормально, как-то компенсировать полученный ущерб. Толеон. То есть там кровная месть. Бог дает своему народу закон, ограничивающий месть и передающий суд только судье и исключающий самосуд в обществе. И читая Нагорную проповедь, я думаю, что тогда станет более понятно, о чем говорил Ешуа. Он говорит, я говорю вам, не протився злому, но кто ударяет тебя в правую щеку, обрати к тому и другую. Идет речь о том, что ты, получив рассчитанное оскорбление, не будешь прибегать к судье за защитой, а покажешь всем своим видом, что ты не ищешь суда. Поскольку тебе была оказана милость, то ты не будешь искать справедливости. Замечу, кто ударит тебя в правую щеку. Многие люди не обращают на это внимания. Библия писалась, очевидно, не для левши. И когда вы посмотрите на своего соседа и подумаете, какую бы щеку вы его били, вы поймете, что если вы не левша, вы попали бы по левой. Но здесь идет речь о рассчитанном оскорблении ударом тыльной стороной ладони. Итак, и дальше мы можем считать тоже. Кто захочет судиться с тобой. Опять речь идет о чем? О суде. И забрать у тебя какую одежду? Верхнюю? А, мне не разделились. Верхнюю или нижнюю? Верхнюю. Нижнюю. Хорошо. Я соглашаюсь с вами. Кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубаху, отдай ему и верхнюю одежду. Опять идет речь о судебном праве, о судебных нормах. Нельзя было забрать верхнюю одежду. Нижнюю забрать было можно. Здесь, когда мы говорим о подворотне, там знаете, что снимают сначала? Там снимают как раз верхнюю одежду. Здесь идет речь о суде. И здесь написано, кто захочет судиться и взять у тебя рубаху. Можно было взять у бедного человека по суду рубаху, но по суду нельзя было взять верхнюю одежду. Ее даже нельзя было брать в залог. Если вы брали в залог с наступлением темноты, нужно было это вернуть. Утром могли опять забрать. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Здесь идет часть уже о римском праве. По суду, по принуждению могли заставить идти только одно поприще. Два нельзя было заставить идти. Итак, Иешуа, он говорит о неком праве, которое существовало, и праве, которое он устанавливает для своих учеников. И требование этого закона – это требование милости. Он требует от тех людей, которым он оказал милость, чтобы и они оказывали другим людям что? Милость. И дальше, в общем-то, размышляя над этой головой, я вернусь в самое начало. Когда придешь ты в страну, которую Бог всесильный дает тебе, и овладеешь ею, поселишься в ней и скажешь… А, извините, перескочил. Судей и насмотрщиков поставь себе во всех вратах твоих, которых Бог всесильный дает тебе, для колен твоих, чтобы судили они народ судом праведным. Итак, здесь уже мы видим некую иерархию в обществе. Устанавливаются судьи. Судьи – это те люди, которые обличены властью. Это понятно? То есть, уже нельзя сказать, что общество, состоящее из братьев, оно равно. Здесь появляются люди, которым дано, в общем-то, право судить других. И это право очень интересное. «Если неясен будет тебе закон о различии между кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой, и между язвой и язвой, по делам спорным во вратах твоих, то встань и зайди на место, которое изберет Бог всесильный твой, и приди к когенам, левитам и к судье, которые будут в эти дни. И расспроси, и скажут они тебе, каков закон, и поступи по слову, которое они скажут тебе, с того места, которое изберет Бог, и точно сделай все, как тебе они скажут, по учению, которое они укажут тебе, и по закону, которое они укажут тебе. Поступай, не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево. А человек, который поступает злонамеренно, не слушается когена, который стоит, чтобы служить там Богу всесильному твоему, или судьи, умереть должен такой человек. Искорени зло из Израиля, и весь народ услышит, и ужаснется, и не будет злонамеренно поступать впредь». Что здесь мы видим? Как воспринимается решение судьи? Нравится, исполняем, не нравится? Не будем исполнять? Или у судьи есть власть воплотить свое решение в жизни? Это установление для Божьего народа. И размышляя над этим, я задал себе вопрос. Скажите, пожалуйста, а в Новом Завете, для Божьего народа остается такой же принцип? Или может быть что-то поменялось, и теперь мы живем в обществе, где все братья и сестры, все равны, нету старших, и никто мне не указ. Или все же судебная система для народа Божьего осталась в том виде, в котором она была дана в Израиле. Или может быть, она изменилась. Открывая Новый Завет, мы можем прочитать в Первом Послании апостола Павла к Коринфянам, в 6 главе. Павел говорит, как смеет кто у вас, имея дело с другими, судиться у нечестивых, а не у святых? Павел говорит, как вы смеете так поступать? Достаточно жесткое слово. Он говорит, что если между братьями есть какие-то тяжбы, кто-то посмел обратиться не за судом в Церкви Божьей, а пойти к внешним людям. И Павел продолжает говорить, разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелу, тем более дела житейские? И здесь мы видим, что для народа Божьего остается некая система суда в Церкви. Где поставлены люди-служителя, которые имеют право рассуждать, судить над спорными вопросами, которые возникают между братьями и сестрами. Здесь в Новом Завете мы читаем, что установлена определенная иерархия взаимоотношений в народе Божьем. Точно так же по тому же образцу, которое было для общества израильского. Рассуждая над этой главой, мы можем прийти к очень интересным выводам. Что мы имеем руководство в законе. И это дано для каждого из нас. Но мы можем понимать это иногда по-разному. Из-за чего возникают конфликты. Но Всевышний поставил в своем народе тех служителей, старших служителей, которые и поставлены для того, чтобы решать эти конфликты. И их слово, оно является решающим в этом споре. И обязательно для исполнения в народе Божьем. Можем мы сказать аминь? Аминь. Вот такие, в общем-то, рассуждения по этой недельной главе. И я могу сказать, что, знаете, модель народа Божьего Израиля, она не претерпела, будем говорить, изменений так, чтобы нивелировалась справедливость. Она не претерпела изменений таким образом, чтобы Бог внес беспорядок в свой народ, живущий в Новом Завете. Есть порядок, есть служителя, которым передана функция судить дела житейские. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас.